Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте! Немножко есть время. Сейчас, ну, 21 час у меня еще есть время. Я думаю, вот отсниму, и кое-что у меня там еще стирается, потому что прозвешивать, и побегу на скандинавскую ходьбу, ходьбу. Вчера была суббота, да. Не знаю, когда это видео выйдет. Я вот так вот по чуть-чуть покупаю галамарку, когда мне надо там что-то зайти. Потом выложу. Да, некоторые обижаются. Элла, старое видео выкладываете. Ну, да, оно не бывает каждый день, чтобы вот так вот, знаете. А сейчас лето летнее, зима зимняя. Вчера дождь такой шел. Я, может, немножко ставлю, как мы. Но мы все равно вчера прошли так вокруг озера. Сколько там? Два с чем-то километра, по-моему. Ну, а может, и больше не знаю. Вчера даже у нас губернаторша была. Наша. Это Наталья Комарова. Ну, в общем, а что это я? Господи, как обычно. Начала за здравие, кончила за упокой. Потом я думаю, почему у меня так времени не хватает? Потому что бла-бла-бла-тополя. Девочки, зашла в Каламарт, а там такие шапочки есть. Шапочка для плавания. Да, она тонюсенькая. Сейчас я попробую открыть. Она тонюсенькая. Вот открыла я ее, да, так, это сам. Но это, на всякий случай, все-таки она уже, как бы, для плавчих. О-о-ой! О-о-о! А, нет, я думала, господи, порвется. Нет, вот, в общем, вот такая. Ну, это на запас. А то у меня на запасе шапочка была такая, которая... Вот, шапочка такая. И она тоненькая, да. Но это, вот, знаете, так вот, очень, очень мало времени, чтобы там, если порвалась своя шапочка, чтобы заменить. Хорошо, что она идет вот в таком, в этом самом. И мешочки. Мешочек этот зип на зип застежки положил. И она всегда там в карманчике будет. У меня отдельный рюкзак для плавания, поэтому... И вот так будет храниться, и всегда у меня будет в запасе. Так что, так что, так что. Мои дорогие, все знают, что вот эти вот... Я уже показывала миллион раз тряпочки. Написано, набор салфеток для стекол и зеркал из микрофибры не оставляет разводов. Да, вот эти вот две были по 59 рублей. Я их купила. Они вот, видите, не такие, которые вот, как косичка, тоненькая-тоненькая косичка плетеная. А вот именно вот эти квадратиком. И их, вот весь секрет, весь секрет рассказываю. Их, как правильно мыть, помыли вы мокрой тряпкой, там, зеркала, там, я не знаю, шкафу, там, все такое. И вот это намочили, и хорошо, так вот, прям, знаете, измеж рукой моешь вещь, так хорошо выкрутили. И потом влажненько это протерли, все. Сначала как бы так вытираете, и идут как бы разводы. Но они следом же, прям за три секунды высыхают. В общем, вот эти вот, те, которые косичка тоненькая, у меня вроде они тоже есть где-то. Они, ну, знаете, это так. Ну, в общем, вот эти мне больше нравятся. Не знаю, почему. В чем прикол. Размер 25 на 35. Две штуки. 59 рублей. Это вообще считается копейки. Так, мои дорогие, знаете, чей еще? Она, я вот купила. Три вот такие по 7 рублей. Но, смотрите, вот сюда, обращайте внимание. Сама взяла один бракованный, видите? С такой выемкой. Ну, ладно, там мешать, там все такое. Прямо начну пользоваться ей. Вот. А это тоже, это, знаете, такие, как презентики. Что-нибудь там на 8 марта все такое, там, например, полотенце. И такую ложечку можно тоже подарить. А-ха-ха. Я же все как бы наперед смотрю. И еще тоже, тоже, тоже. Я, конечно же, взяла себе. Ха-ха-ха. Кто-то скажет, Элла барахольщица. Ну, конечно, барахольщица. Кто в этом сомневался? Здравствуйте. Знаете, кто я? Я помощница Эллы Ферровны. Эллы Ферровны. Здравствуйте. А я, знаете, что? Она будет покупки покупать. Она же их будет складывать в пакеты. А пакеты куда? А пакеты буду я хранить. Я. Так что, мои дорогие, это, как вы уже догадались, вешается куда-нибудь там. И вот здесь есть такая веревочка. И вот сюда, вот сюда складываются пакеты. А вот отсюда вытаскивается. Ха-ха-ха. Девочки, была на 200 с чем-то рублей. Но я купила за 80 с чем-то рублей. И я взяла еще такие, оп, а-ля, две. Вера, Надежда, ну и, наверное, Любовь. Где-то Любовь зеленая, Надежда оранжевая. Смотрите, всем подарочки вот такие будут. Вот, как бы, вот так вот идешь к подружайке или что-нибудь там, знаете. Ну, я же говорю, всякие такие праздники. День профессии, там бывает, день почтальона, день блогера день. Ну, так просто, вот, раз и подарить, как в презенте. Классно же, да? Еще и в хозяйстве пригодится. Еще каждый день будет глазки мусолить, что это я Лафиури ровно подарила. Вот, у меня есть одна такая большая кукла. Как же ее зовут, я вот забыла. Это мне соседка подарила, когда-то еще с Валерой, лет 20 назад. Боже, ну это вообще. Она должна, конечно, на кухне стоять, она у меня стоит при коже. Ну, там, с овощами. Если не забуду, покажу. Вот она, вот она, красавичная. Смотрите, с какими она. Это вообще она большая такая, где-то, ну, сантиметров, наверное, 70. Такая вообще, барышня такая. У Танюхи, она на кухне тоже стояла там в углу. С такими. Ну, я ее вот сюда. Потому что, ну, некуда мне. Так, еще. Ну, все знают, что консервация, консервация. Я купила такие большие крышки. Твист эти. Твист оф. Но они на очень большие, в эти банки. Здесь 10 штук. У меня немного банок больших, с большим горлом. Поэтому 10 штук, вот так, хватит еще. Это у меня там есть. Это я взяла шоббулов, шоббулов. Ну, я не знаю. У меня вечно кружки были по 20 лет. Я не знала, как и зачем их менять. А сейчас, смотрите, какое я увидела. По 49 рублей. Или по 50. 49, по-моему. Там на них была акция. Ну, совы, совы. Смотрите. И такая длинненькая, как мне нравится. Смотрите. Еще сейчас покажу. Смотрите, это чуть-чуть отличается. И начну пользоваться сразу ими. Потому что у меня там есть кое-где надколот. Надколот-то пойдет на дачу. Знаете, для чего на дачу? Не то, что там пить на даче. Бывает какое-то там, что-то надо развести. Бывает краску. Бывает для всякого. И вообще, я еще, ну, последнее время, как бы я уже не делала в кружках куличи. Да. Ну, на даче они там пригодятся. Что-то развести. Все такое. И еще сейчас третью покажу. Белая, голубая. Еще там есть, по-моему, желтые и красные. А у меня, да. А, желтую я взяла. Вот, желтая. А там есть еще, по-моему, такая, как розовенькая. Вот. Так что, вот так. И знаете, как это хорошо? Какой-то лайфхак вам скажу. Что, допустим, желтенькие совушки это. Папы на осенние, там, братово белое, там, сестры. У каждого своя крыжечка. Никто не ругается. Или, допустим, сидят все за столом. Ой, это моя-то кружка или твоя? А так вы уже будете знать, что я пила желтый. Это до меня только сейчас дошло, понимаете? Я думаю, почему такие цвета сделали? И чтобы это придумать. Ладно, мои дорогие. Так, сейчас я бегала по делам. Забежала в Галамарте. Мне нужно было в Галамарте взять файлы. Вот такие, во-первых. А во-вторых, я вчера смотрела девочку. Девочка там показывала покупки с Галамарте. Говорит, там продаются дорожные утюги. А я так заколебалась, когда мы едем куда-нибудь за границу. Что я глажу, знаете, как всегда, там, брызгаю с распылителя. А потом феном вот это сушую. И там оно не разглаживается. 5 часов. И вот я, смотрите, какой классный. Там нашла 400 с чем-то рублей. Он со скидкой стоил. Лайбен, просто для жизни, 700 ватт. Вот, 700 ватт мощность. Блин, не видно, видно или не видно. 700 ватт мощность. И мне он так понравился, что он маленький. И ручка у него складывается. Здесь такой есть стаканчик. Я не знаю, нужен он или нет. Но мне пригодится, конечно. Смотрите, как ручка складывается. Он вот прям вот с ладоши, видите. Вот так. Оп. И все, и гладишь. В общем, посмотрим, как он будет гладить или нет. Да, у меня есть. Ну, я думаю, такой маленький. И вот так вот делается. Сейчас. Здесь кнопочка есть. Все. Видите? И он сложился. Вот. Видите? Какой маленький. С чем бы его сравнить? С чем, с чем, с чем? С Икеей вот такую рамку, да? Вот, смотрите. Он даже меньше, чем рамка. Вот. То есть, хорошая штучка. 400 рублей стоил. Поэтому он очень, очень не нужен. Положил вот так с собой в чемодан. И теперь у меня не будет, потому что за границей, все знают. Там две рубашки погладить стоят 10 долларов. Поэтому вот это очень хорошая штукенция. Так. Тут я когда шла на скандинавскую, но это ладно, когда я шла в бассейн, а я и шла в летние обуви, и ноги промокли, сильный дождь. Я думаю, надо купить вот такие вот сапожки, чтобы лежали. Но я не посмотрела, что размер не мой, размер не мой. Вот как он выглядит. Допустим, вы вот в таких туфлях. А дождь тогда был. О, я пришла, все ноги мокрые. И вот в таких вот. Но это, видите, впритык прям вот. 72 рубля. Нужно смотреть по размеру. Прямо надо разворачивать и смотреть. Потому что, ну так на раз. Или это оставлю, может, детям, когда там куда-то положить. А себе возьму большие, чтобы лежали. Или это, я вообще ходила, мне нужен был этот, чтобы на скандинавскую ходить, когда дождь, этот, как его, накидка-то от дождя. Дождевик, казалось, про эти носочки. И там еще по 40 рублей, по-моему, 50 штук файлы. Файлы, они всегда нужны. Ну, чтобы что-то положить там из документа в одну бумажку. Вот всегда нужны файлы. А-а-а! Смотрите! Оказывается, вот не пригодилось. Вот этот стаканчик поломанный. Так что проверяйте, вскрывайте и проверяйте. А-а-а! Он поломанный. Ну ладно, невелика беда. Так, и сегодня там была акция. Вот я еще купила пластилин такой. Здесь 6 штук маленькая. Упаковочка вот на ладоши помещается. По 19 рублей, что ли, там акция маленькая. Но дети, когда приходят у бабушки рисовать. Вот. Да и вот такая маленькая, наверное, первоклассникам тоже надо. Я вот думаю, Маргарите тоже взяла себе на день 1 сентября. Там подогнать, там дома даже рисовать. Вот. Три штучки взяла. Потом взяла себе или, не знаю, вот такая по 9 рублей был. Ну это как бы пенал называется. Я взяла. Очень удобно будет ручку положить там. А то всегда в сумке где-то валяется. А так ты уже будешь знать, что он у тебя в одном месте. Да и вообще для чего-нибудь пригодится. 9 рублей. Вот. Потом взяла тоже карандаши. Сейчас скажу, почему цена. Две упаковочки. Детям тоже надо. Даже когда, если им не дам, то будут приходить к бабушке рисовать. Потом, помните, я вам рассказывала, что есть китайская игра. Вот как я, помните, головоломка у меня была. От сюрпризатора. Я вот эти игры заказывала в Китае. С Китая. И что-то они там стоили, по-моему, 70-80 рублей. В Галамарте 25 рублей. Вот эти вот. И вот из этих фигурок можно строить вот такие вот. Ой. Вот. Вот такие вот фигурки. Ребенок смотрит это. В общем, это хорошо. Развитие хорошее. И я вот взяла две штуки. Сейчас думаю, что я две штуки взяла? Она была штук пять здесь. Это вот тоже так же. Знаете, когда идешь в гости к кому-то, чтобы там же ребеночек будет. Причем, что вот эта вот игра, все равно, мальчик или девочка, она пойдет хоть мальчику, хоть девочке. Вы не ошибетесь. Даже если вы не знаете, кто там, мальчик или девочка. Так что у меня всегда есть такие вот, знаете, мини-мини там такое. Ну, и пришла вроде не с пустыми руками. Вот. Так. И, конечно, купила 18 рублей. Я сейчас скажу цену. В общем, смотрите. Опять без очков. 26 рублей ватные палочки. А, ну потому что здесь их 200 штук. Там были по 100, те по 12. Да, 200 штук. Вот, видите. Не знаю, дорого или дешево. Это 26 рублей. И потом краски гуашины. Три штуки по 19 рублей. Да. Вот эти по 19 рублей. Шесть штук. Ребенку. Особенно, когда к бабушке приходят. И немного это. Головоломка. Две штуки по 22,50. Ну, они, видать, по 25 были. А у меня же скидка была. Кры, лат и цветные карандаши. Две по 35 рублей. 70. В общем, вот эти две упаковочки 70 рублей. По 35 рублей одна. Детям будет это приятно. Ну, да, я посмотрела, что они больше для девочек подходят. Ну, никто по рукам не ударит, если даже мальчик начнет рисовать ими. Вот. Так что. Дальше. И пенал трубка 1,9 рублей. Так. И лебен утюг 1,471 рубль. 53 рубля скидки была. Чехлы водонепроницаемые 79 рублей. Ну, в общем, я с чехлами, я, конечно же, пролетела. Так что, ну, ладно, фиг с ним. Это для обуви. Ну, я почему-то думала, что это. Ну, это впритык. Это если впритык, если вы в туфлях. Вот. То есть, вы же поняли, да, как это делается. Ой. Туфель. И, то есть, здесь подошва, вот видите. Так просто дойти, чтобы ноги были сухие. Ну, если взрослый человек, это фиг с ним. И еще лето, как бы, летнее. А осенью так может пригодиться. И вот так одеваете. И уже туфли не промокнут. И вы, как бы, в сапогах. И, как бы, летом. Вот. Задумка хорошая, но по размеру, по размеру. Смотрите, по размеру. Размерная сетка. Так что, впритык. Ну, если вот так вот добежать, например, как мне здесь, от бассейна до дома, я как я тут раз промокла вся. Поэтому мне нужен дождевик. Мне нужен дождевик и для скандинавской ходьбы, и вообще, чтобы он лежал в каждом. Я думала, 2-3 штуки взять. Ну, там такие. Я хожу с рюкзаком, мне нужно, чтобы сзади помечался рюкзак. А там нет таких. Посмотрю еще на Алиэкспресс. Кстати, кстати, о птичках. О птичках. Есть такие большие киндер-сюрпризы. Видите, они где-то мне там на полруки. Здесь что-то вот есть. Это я сейчас отжала у тетя Зоя. Я говорю, о, увидела ее там на зеркале. Я говорю, что это такое? Она говорит, да это вот, Олечка. Она говорит, тебе надо? Я говорю, ну да, хочу. Знаете, для чего? Дождевик, когда покупаешь, чтобы сюда бросить, закрыть. И он будет уже в своем домике. Ой, что такое? Арифрук? Ой, кислючий. То есть сейчас их помоем. Девочки, лайфхак. У кого есть большие такие-то, дождевичок можно сюда засунуть и хранить. И тогда у каждой вещи будет свой домик. О чем я очень мечтаю. Ой, мои дорогие, я уже думала все, нести его, сдавать. Ну, конечно, это не то, что моя Феллини. А это, ну, вот смотрите, главное к температуре. Подобрать температуру и гладь. И эконом свои доллары. Потому что, я говорю, за границей там минимум 10 долларов, наверное, на две рубашки. Внутри погладят он. А это вот, смотрите, все, да? И там подобрать, но, я сегодня мужу вам скажу, скажу, надо как-то удлинить провод. Или удлинитель брать с собой. Другого выхода не вижу, потому что всего, ну, метр, наверное, здесь. А так ничего. Гладит, гладит, гладит. Да, да, конечно, это не стационарный. Но зато помятая выходить точно не будете. Ха-ха-ха. Слава Богу, слава Богу. Я очень рада. А то я уже хотела, хотела нести. Так, давайте сейчас рубашку попробуем. Да, оказывается, надо было просто подобрать, ну, нужен длинитель, это, режим. Вот здесь тоже. Попробуйте. Так, здесь чуть побольше. Ой. Сейчас. Вот так. Чуть побольше. И нормально. Зато. Ну, там сколько вы там, ну, может, две-три вещи погладите. Ну, зато уже, как бы, будет свое. Да, кто-то скажет, это место занимает. Он маленький. Раньше я брала с собой по две пачки сигарет. А это место сигарет будет. Ха-ха-ха. Так что. И мне нравится, что он вот так вот собирается. Так, в общем, очень удобная вещь. Будет вот это. Нажимаешь. И все. И складываешь. Все. Специальный чехольчик я ему сделаю. И будет все отлично. Да, я сначала на него рассердилась. А потом... Короче, ко всему нужно привыкнуть. Ну, вот и все, мои дорогие. Все, что я вам хотела сказать, рассказать, показать. Кому было интересно, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Кому было неинтересно, ну, извините меня, пожалуйста. Я ж не доллар. Вот от доллара почему-то, почему-то, я не знаю. Прям все так... А-а-а. Блин, почему я не доллар?